дорогие друзья здравствуйте сегодня мы с вами поговорим о цистите и как представляется цистит глазами микробиолога узнаем что цистит это воспаление мочевого пузыря и женщины страдают этим недугом чаще чем мужчины провоцирующие факторы цистита узнаем об условно-патогенных кишечных палочках которые часто являются виновником цистита и о том как лактобациллы защищают нашу иммунную систему содержась в пробиотике нефростен дорогие друзья наш канал популярная микробиология и зож это современный способ изучения микробиологии подписывайтесь на наш канал если вам нравится то становитесь спонсором нашего канала что такое цистит цистит это воспаление мочевого пузыря и нарушение его функции женщины страдают циститом чаще чем мужчины 20-40 процентов женщин знают о цистите не понаслышке испытав симптомы острого цистита боль и жжение при мочеиспускании учащенное мочеиспускание помутнение мочи и общее недомогание впервые появившийся цистит связан со спусковым крючком это переохлаждение стресс или перенесенная острая респираторная вирусная инфекция всегда есть риск того что цистит перейдет хроническую форму а мочевой пузырь станет постоянным очагом инфекции впервые появившийся острый цистит обычно протекает без осложнений лечится быстро за 5-7 дней но в дальнейшем перенесенный цистит может стать причиной развития пилы нефрита мочекаменной болезни и других заболеваний поэтому даже к первым симптомам острого цистита надо относиться достаточно серьезно нормальная микрофлора мочевого пузыря нормальная микрофлора мочевого пузыря скудна у здорового человека почки мочеточники и моча в мочевом пузыре стерильны и только в нижние отделы мочи полового тракта попадают дружественные микробы в норме это безвредная лактобактерии лактобацилус лактобактерии это естественный барьер против патогенных микробов лактобактерии производят антимикробные соединения и эти соединения препятствуют развитию патогенных микробов пока крепок наш иммунитет пока мы соблюдаем правила гигиены питьевой режим пока баланс нашей микрофлоры в норме цистит нам не грозит но как только защитные силы организма слабеют бактерии начинают бурно размножаться и расселяться по всему организму провоцирующие факторы особенно для женщин промочила ноги в осенний дождь и ходила в мокрых ботинах или после летнего пляжа слишком долго сидела на земле в мокром холодном купальнике или долго принимала противозачаточные контрацептивы или перенесла вирусную инфекцию которая снизила уровень иммунитета или был психогенный стресс кишечная палочка причина номер один цистита условно патогенная кишечная палочка обитает в толстом отделе кишечника у каждого здорового человека это нормальный представитель фоновой микрофлоры кишечника это кишечная палочка не передается от больного к здоровому и не распространяется эпидемически она вызывает заболевание лишь при ослаблении защитных сил нашего макроорганизма кишечная палочка не относится к инфекциям передаваемых половым путем поэтому лечение половых партнеров не требуется кишечная палочка из прямой кишки попадает в промежность и уретру а оттуда в мочевой пузырь за счет фимбрий кишечные палочки прикрепляются к эпитериальным клеткам мочевыводящих путей что же защищает нашу иммунную систему это пробиотики то есть полезная молочнокислая бактерии или по латыни лактобациллы пробиотики в лечении цистита классическое лечение цистита это антибиотики обезболивающие специальные препараты типа фурамага канифрон нефростен таблетки но антибиотики как общеизвестно губят нашу микрофлору поэтому в россии разработан первый такого типа препарат нефростен пробиотик он способствует поддержанию нормальной микрофлоры моче выводящих путей в чем ценность этого препарата ценность в том что этот препарат вывели испанские ученые это особый новый штамм особых лактобактерий он предотвращает возникновение цистита и помогает в лечении цистита именно лактобациллы в мочевом пузыре формируют защитную биопленку и вырабатывают особые антимикробные вещества которые убивают кишечную палочку нефростен пробиотик содержит новые штаммы специальных лактобактерий под названием лактобациллус плантару эти лактобациллы содержатся в микрокапсулированной форме и в каждой капсуле содержится 1 миллиард таких лактобацилл в отличие от других видов лактобацилл эти штаммы выживают даже при высокой концентрации антибиотиков которые широко используются для лечения цистита и пиелонефрита нефростен пробиотик также содержит экстракт клюквы а экстракт клюквы подавляет уропатогенные штаммы кишечной палочки так как препятствует прикреплению этих штаммов к слизистой оболочке мочеполовой системы ну и витамин c содержащийся в данном препарате защищает организм от инфекций и повышает иммунитет не запускайте цистит ведь хронический цистит может привести к пиелонефриту и мочекаменной болезни поддерживайте здоровую микрофлору мочевыводящих пустей и лечите цистит правильно благодарю за внимание